немножко, но там работа вот и так далее, но за два года уже еще до этой дочери и до этой работы осточертевшей, вы говорите, что уже суицидальные мысли, то есть отвращение к жизни или как? Нет, вы не понимаете, это все вместе в один момент. Это когда? Когда вот это все началось? Да, вот у меня начала болеть душа, это было все в один момент, это уже насточертела работа. Дочь гуляет, да? Потом у мужа с налоговыми проблема, там на работе со всех сторон давят. Это все в одно время происходило, понимаете? Со всех сторон получается. Ну и? И вот тогда, наверное, я так понимаю, что у меня уже тогда какая-то началась депрессия, хотя я не понимала. Ну, конечно, это депрессия, конечно, это депрессия. Я перестала, на том этапе я перестала слушать музыку, я перестала заниматься спортом, и у меня начала болеть душа, такое чувство, как будто бы, ну не знаю, как будто меня то ли отбитили сильно, то ли я какого-то близкого потеряла, ну вот что-то... Тоска, тоска, да? Да, да, необъяснимая. Ну, это тяжелая депрессия, это эндогенная. Скажите, скажите, вы не похудели тогда? Нет. И кушали хорошо? Когда уже начались приступы тревоги, вот тогда я не ела вообще. И тогда похудели, когда приступы тревоги? Ну да, я и так была худая 57, а потом вообще стала 55, вообще скелетина была. Ну сколько было, 55, а потом стало? Нет, я была 57, а потом стало 55. Нет, ну 2 килограмма это немного. Хорошо. А сон как? Сон как был? Сон еще был нормальный. Ну хорошо. Значит, залов помог вам? Нет. Я его пропила, наверное, ну может с месяц и больше не смогла. Почему? Очень было плохо. Хотя мне выписали прикрыться этим... Ой, боже, не квитерон, а... Квитиопин? Ну вот что-то из этой серии, не помню. Или этот вот, или было что-то из транквилизаторов? Нет, не танк... Нет, гизодепан мне вообще не помогал. А, китилер. Не понял. А, китилер, ну это квитиопин, только разные названия. Хорошо, хорошо. Скажите, а что значит, а какая доза залов-то была? Вот это вы меня спросили, то, что было 10 лет назад. Ну хорошо, одна таблетка, две там, 100 пищевых. Да, то ли половинка, то ли одна. Ну хорошо, хорошо. Ну и что, не помог? Нет, я его попила тоже не помню сколько, но недолго, потому что мне было очень плохо. И я поехала к другому врачу, к профессору, он мне сказал, что залов-то это, он мне поставил диагноз ГТР. Не понял, ГТР? Да. И сказал, что залов-то это слабый препарат, и выписал мне ципролекс, 10 миллиграмм. И вот этот ципролекс, он меня немножко поднял на ноги, то есть прекратилась вот эта тревожность 24 на 7. Не, подождите, это тревожность, тревожность это как раз ГТР, а тоска при ГТР не бывает, там нет, там тревога, ой, что будет, ой-ой-ой, ой-ой-ой, боже мой, я умираю, вы понимаете, вот что там, а не тоска. Нет, так сначала это была тоска, сначала, а потом уже появилась тревога. То есть я не могла сидеть на месте, внутри все у меня трусило, меня тошнило, у меня болел желудок. Ну хорошо, а тоска повторялась суицидальными мыслями? Нет, нет. Ну хорошо, хорошо, ладно, ну и дальше на этом эсцеталопраме, на ципролексе, как вам стало? Мне стало немножко лучше. Что значит немножко? То есть у меня были приступы тревоги, но они были не круглыми сутками и не такими большими. То есть я уже хотя бы могла сидеть или лежать. Так, хорошо, ну и что же дальше? Не стало же хорошо? Стало чуть-чуть лучше, а потом начался назад откат, опять стало плохо. То есть вы продолжали принимать ципролекс, а вам стало на этой же дозе, на которой стало лучше, опять стало хуже, да? Да, и мне прописали буспирон. Буспирон? Да. Ну так это же противотревожный, ладно, ну и как? Этот буспирон тоже ничего мне не помог. Так. И как сейчас помню, это было лето, жара. И я звоню этому профессору, чтобы записаться, говорю, что мне не помогает. И он мне сказал, я не знаю, что с вами делать, я вам выписал самое сильное лекарство. Когда самое сильное? Вы понимаете, самое главное это диагноз. А уже когда есть диагноз, исходя из того, что у нас есть, и выписывает лекарство. Значит, его диагноз тревожный ГТР было абсолютно неправильным, потому что если бы он был бы правильный, то есть это лап... Да и сиртралин бы вам помог бы, тем более в комбинации с квитиопином. ГТР это самое благоприятное для лечения заболевание. Это самое такое стандартное. Раньше его неврозом называли, а в последней классификации МКБ-10 он превратился в ГТР. Вот. Оно вам не помогло. Хорошо, он отказался от вас, профессор, да? Да. Ну и дальше. Это через сколько лет после начала? Да не через сколько лет, а месяцев даже. Понятно, понятно. Дальше ваши действия. Он поднял мне дозу на 15 миллиграмм. Я ведь тогда этого ничего не знала. Да, он тоже и не поднял. Ну хорошо, он не поднял, ладно. Ну дальше, дальше как лечение? Раньше у меня началась от этого цифролекса сонливость. Я стала апатичная. И он сказал мне уменьшать дозу на 5 миллиграмм. С 10 переходить на 5. Ну а это знаете что это? Это апатичный синдром, обусловленный, индуцированный этим цифролексом. Это говорит о том, что у вас проблема не в серотонине. Хорошо, давайте дальше. Вы уменьшили. И? Да, я уменьшила, но результатов не было никаких. То есть, а сонливость уменьшилась немножко, апатия? Нет, нет, нет. Она вот после вот того, как я начала принимать цифролекс, вот это она со мной на протяжении 10 лет. Ну вы не производите апатичный и тревожный, так? Ладно, хорошо. Значит, ну и дальше, дальше. Давайте в хронологии. А вот смотрите, мы же с вами разговариваем вечером, а мне к вечеру всегда стало лучше. Я знаю, я знаю, что к вечеру лучше. Нет, нет, я такое произвожу. Ну хорошо, давайте дальше, давайте дальше. Потом я пошла к другому уже врачу, мне назначили амитриптилин. Ну, он помог вам? Вообще не помог. Так, хорошо. Сколько вы его попринимали? Я принимала месяца три по две таблетки, пока не началась аллергия. Аритмия, правильно. Все, так, следующий шаг. Следующий шаг. Потом, значит, я поняла, что мне антидепрессанты не помогают, и я вообще перестала что-либо принимать. Вот, и приступы тревоги, они были как, два дня или три. Была тревога, я принимала квитерон, чтобы сбить ее как-то. Потом могла неделю где-то она не быть. Но только если малейшая, я понервничаю, она опять у меня появлялась. Что значит понервничать? Причина была или без причины? Нет, ну, конечно же, была причина. Ну, может, там дочка что-то не так сказала, меня это раздражало. Ну, это же жизнь, да? Там где-то чуть-чуть понервничала. Ну, тревожные, в тревожном расстройстве. Ну, как, ну? Психика же слабая. Люди слабые, понимаете? Глубокомысленно, да, произнесли вы. Это все ерунда, мне нужен диагноз. Дальше. Хорошо, дальше как? Дальше я была без лечения. Сколько лет? Лет семь. Ну, и как же вы, вам что, более-менее нормально было, или как? Более-менее, да, я мирилась, более-менее. Проходила как-то, старалась там, где-то траву какую-то успокоительную пила, а где-то психотерапию проходила, вот. А потом, в прошлом году, а, и потом она как-то само по себе тревога прошла. Вы знаете, она у меня просто, ну, просто ее не было. Она куда-то делась. Ну, хорошо, она ушла. А вы вернулись к норме или нет? Прошла тревога, и на это место пришла вот эта вот аскания. Апатия, да, апатия. Это ангидония. Я встаю, и я чувствую, что я, у меня сил нету совсем. У меня такое чувство, что у меня 90 лет. И при этом я, ну, я даже собак не могла расчесать. Я даже себя расчесывала, еле-еле расчесывала. То есть пройти три метра, это, ну, это вообще капец. Ну, и, естественно, ничего не хочу, ничего не могу, нету никакого желания или было? Ничего, я даже телевизор не смотрела. А появилась тоска? Нет, нет. А желание, усталость от жизни? Нет, тоже, нет. Потом уже, потом уже, когда я вот пролежала вот в таком состоянии, что я не могу ничего делать больше полугода, вот тогда у меня началось такое чувство, что душу раздирают черти. Вот как это объяснить? Вот рвало душу на куски. Вот такая вот как-то в плечах как бы боль, что вроде бы что-то меня за руки вниз тянет. И, ну, невозможно. Вот в груди болело что-то. Вот болела душа. Вот где эта душа находится, я не знаю. Ну, вот она так вот болела. Ой, у нас объявили воздушную тревогу. Так что, вам надо бежать? Да нет, ну, просто уже это, бежать не надо. Пронесет, пронесет. Это хорошо. Пусть слушают расчисты. А то они там философствуют собаке, а? Пишут. Да, на телефоне сразу выбивают, что тревога. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, я не знаю, я же не думаю. Я думаю, что пролетит. Это, понимаете, сейчас же они бьют, знаете, почему? Во-первых, может и не ударить. Они бьют по электростанциям, по водокачкам, вот такие там, по заводам, понимаете? Вот в чем дело. Это случайно, если попадет. Я хочу вам сказать, что у них такие ракеты уже конченые, понимаете? Ну, это С-30, это противовоздушные ракеты, они не точные, поэтому они могут случайно и попасть. Ну, хорошо. Я могу вам сказать, в вашем городе хорошая защита. Самая лучшая, где только есть во всей стране. Ну, мы очень боимся ракет этих, как они называются, штыки. Нет, кинжал, кинжал. А, кинжал, да, да. Ну, хотя и так уже говорили, что мы их двоих сбили, уже мы научились. Да, еще немножко и все. В общем, вам надо вытерпеть, вытерпеть, вам надо вытерпеть, а потом вам надо измениться. Если все будет, будете жить, как жили до 23-го, ничего с вами не будет. Вы понимаете, вот мое, хочу такое коротенькое для украинцев, которые будут слушать. Вы понимаете, что вот русские говорят, что нет государственности. Так и действительно, нет государственности. Вы знаете, вот Украина после 91-го года, вот до начала войны, это была гетмавщина. Вы знаете, что такое? Это так, один гетман, потом второй гетман, то есть, как будто бы и демократия. Или как у Тараса Бульбы, помните, на Запорожской Сечи. Значит, тот не понравился атаман, раз и убрали. Все, а порядка не было, а государства не было. Один гетман, сагайдачный там, этот вот, хменистский, еще какие-то там их, до хрена. Понимаете? И вот, вот, так вот, пора кончать с гетманщиной. Пора делать государство. Пора кончать с коррупцией. Пора делать армию. Пора делать общество. Убрать, убирать все эти коксахимы, эти вонючие. Это уже ни в одной развитой стране нет коксахимов. Нет доменных печей, электропечи. Создать эту вот, значит, дигитальную какую-то, понимаете, перейти. И вот, если вы это сможете, если вы сплотите, но я очень сомневаюсь. Это сидит вот тут, вот в башке, вы понимаете? Чтобы этих взяток не было, чтобы человек работал. Вот. Ну, пусть немножко там уклоняется-то и хрен с ним. Но не в таких масштабах, чтобы был у власти человек, который действительно был. Вот, вы знаете, Сталин, конечно, дерьмо был. Это дерьмо, это деспот и так далее. Но это был таки действительно руководитель. Вы понимаете? Он все-таки за страну родел. Другое дело, что он неправильно, пошел он к черту с таким родением. Но это был государственный деятель. Вот в чем вся проблема. Поэтому вам надо сейчас выдержать. Вы понимаете, что делали? У вас дороги делали. За 8 лет, вместо того, чтобы создать армию, чтобы создать защиту. Ни хрена, ничего. Воровали и все. Ну, 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 это же, ну, 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 что это такое? Ну, что это такое? Ладно, бог с ним, продолжаем дальше. Я думаю, что должно быть, потому что другого выхода нет, тогда Украины не будет. А вообще Украина, конечно, я жил всю жизнь на Украине, совсем другие люди, совсем другие люди, это мягкие люди, это веселые. Ну, конечно, бывает в семье не без урода, но в подавляющем большинстве это миролюбивые, доброжелательные, веселые люди, вы понимаете, добрые люди, а там же остервенение, вы понимаете, там остервенение, дикость, зависть, я не знаю, что там, вы понимаете? Вот в чем вся проблема, вот в чем вся проблема. Ладно, это так, коротенько, то есть все должно быть заново, будет заново за 20-30-40 лет страна может превратиться в передовую. Я вам хочу сказать, армия ваша, конечно, теперь в Европе вторая будет, после российской, естественно, все-таки там и население больше, и все-таки военная промышленность есть, вот, но по боевому опыту ни одна европейская армия НАТО, она вам подметки не годится. Российская тоже, почему? Потому что у российской нет той техники, что у вас, потому что, понимаете, вы получили все-таки современное западное вооружение, а Россия бьет вас, понимаете, там С-30, это для того, чтобы сбивать ракеты и самолеты, а они бомбят, понимаете, ну, это же хрен знает что. Вот в чем ваше преимущество. У вас армия уже есть преимущество, у вас будут учиться, вы можете зарабатывать деньги на этом. Да, это тоже. Вы знаете, что меня вот удивляет, почему западные страны, вот, вот Германия, например, леопарды, да, давай, танки или там абрамсы и так далее, то есть современное оружие, ведь его же надо испытать. Такой войны после 45-го года не было, не вьетнамская война, ну, что там, эти вьетнамцы бегали, с автоматов стреляли, там, ракетами советскими били на самолет, все. Афганская война, иракская, это все не то, вот настоящая война. Почему не направить леопарды, эти абрамсы, новейшую технику, почему ее не испытывать там? Вот эти иранцы, засранцы, да, они правильно сделали, они направили ей там, сколько там, 500, 600, 400, они их испытали. Поверьте мне, там есть и их, эти инженеры и так далее. Почему? Их основной враг это Израиль, Израиль враг, понимаете? Но они, они учли, как сбивают эти шахеды и так далее. Почему запад этого не делает? Если леопард показал бы, что этот непобедимый танк, так немцы могли эти леопардами уже больше ничего не производить, а продавать одни леопарды, потому что у них бы, покупали бы, то же самое эти хаймерсы, то же самое эти джевелины. Вот этого я не могу понять, но я, наверное, неправильно понимаю, наверное, все так оно и есть. Наверное, таки все это есть, просто это не афишируется. Ладно, все, давайте продолжим дальше. Значит, появилась тоска, появилась душевная боль, да? А суицидальные мысли? Ой, нет, не было. Это честно? Это честно, вполне. Нет, нет, никогда. Ну, как никогда? Вы уже сказали, что вначале было. Нет, я говорила, что я бы подумала бы так. Подумала бы? Если бы я захотела покончить жизнь самоубийством. Ну, хорошо, хорошо, ладно, скажите, скажите, а что сейчас у вас? Вот что вы, давайте так, самый тяжелый, самый неприятный и дальше вниз, 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 самый слабый, а самого сильного, а самого страшного, а самого неприятного, да самого легкого. Да, ну вот смотрите, значит, я, значит, лежала, я не могла встать. Я все-таки через, когда началась война, у нас стало очень много медиков-волонтеров, и я через волонтеров нашла бесплатного психиатра, который меня проконсультировал и назначил мне реви-ван, то есть дулаксатин. Через два месяца я уже, ну, мне стало на 50% легче. Подождите, флуокситин? Нет, дулакситин. А, флуокситин, как? Реви-вал. Да, подождите, действующая субстанция. Флуокситин? Дулакситин. А, дулакситин, понятно, так. А, какая доза, какая доза? 60 миллиграмм. Да, как он подействовал на 50, что он убрал? Значит, он убрал страшные мысли. Какие страшные мысли? Мне все время казалось, что вот у меня муж умрет, или я там чем-то заболею. Да, 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 так. Наладил сон, потому что я без снотворных, я не спала, 7 лет. Я стала спать хорошо, у меня начались появляться силы, у меня начала появляться мотивация. Через три месяца я почувствовала себя абсолютно здоровым человеком. А, может быть, эта война так повлияла? Нет, ну, война это триггер. Нет, 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 триггер. Это супер триггер. Вообще война, землетрясение, понимаете? Это триггер, который может активировать иммунную систему, вегетативную человек на какое-то время. Вы знаете, что во время войны, вы знаете, что у меня вот из Украины почти что исчезли пациенты? Даже бесплатные. Почему? Потому что, как говорится, не до жиру быть бы живым. Да, да, да. Да, я знаю. Так вот, так вот у меня вопрос. Это дулоксетин. Если вы мне сейчас скажете, что через три месяца опять все вниз, значит, это, конечно, не дулоксетин. Не все вниз. То есть, три недели я чувствовала себя абсолютно здоровым человеком, а потом пошло на спад. Сейчас у меня силы есть, конечно. Я не такая слабая, как раньше, нет. Сил у меня есть. Мысли у меня так же самое нет. У меня упала мотивация. Я ничего не хочу. Так. Так.